Я, поскольку говорил про то, что в стори-теллинге рассказчик вместе с аудиторией создает общую историю, и поэтому, значит, я предлагаю... Знаете же песню «Катюша»? Я предлагаю ее нам всем вместе спеть, а я потом расскажу историю, связанную с ней. Ну, я буду основным, а вы подпевайте, я очень прошу. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокой берег, на крутой, Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пой ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем след, И бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Я, когда учился в школе, наверняка, и многие имеют такой опыт, У нас в школе проходили конкурсы строя и песни, И мы и маршировали, и распевали песни, Но и самое главное, что в этот момент забывались все внутриклассовые распри, Потому что нужно было побеждать оставшиеся классы. И, соответственно, люди готовились, репетировали, И поэтому мы как-то репетировали именно эту Катюшу, И, соответственно, многократно ее повторяли. Но и в какой-то момент я понял, что мне абсолютно все понятно В этой истории про Катюшу, что есть девушка, у нее есть парень, Который на границе служит, и от него зависит безопасность всего советского народа, Почему очень важно, чтобы Катюша его дождалась, И почему это важно для парня, и почему это важно для девушки, И почему это важно нам. И вот, значит, прошло какое-то время, И у меня, мне, ну, мне было лет 11-12, И мне нужно было поздно ночью возвращаться на дачу. И вот такой заброшенный полустанок, Где горит один фонарь, а дальше лес темный. Ну, и нужно было минут 15 вот в такой, по такому лесу пройти. И мы тогда про маньяков не слышали, Но что такое, значит, хулиганы, уголовники и цыгане, Прекрасно были осведомлены. И вот мне казалось, когда электричка со мной стуком колес попрощалась, Я был просто уверен, что вот там в кустах и те, и другие, и третьи. И ужас был ужаснейший, но, значит, что делать? Приходило на рун два варианта. Это бежать, что есть ночью, и орать. Или наоборот, затихариться и молча как-то пробираться до дому, Потому что по какой-то причине они меня не заметили, И, может быть, вот таким образом мне удастся их обмануть. Но неожиданно мне пришел третий вариант. И этот вариант был пение песни «Катюша». Я вдруг ее запел, И почувствовал, как с каждым куплетом Я как-то по-другому начинаю себя чувствовать. И самое главное было не останавливаться. И я пока шел до дому, повторял эту песню многократно. И когда я так многократно повторял эту песню, То я понял, что, скорее всего, вот этих хулиганов и уголовников Я сам себе придумал, и очень жалко. Потому что у меня к ним уже возникли вопросы. А когда я дошел до дома, Я вообще подумал, что, а может быть, пойти их и найти? Где они? Ну и вот так я дошел до дома, А через какое-то время, уже через много лет, Мы с моим сыном, тоже ему лет 11, наверное, шли уже через такой настоящий лес В поле смотреть на звезды. И вот мы идем по этому лесу, И я вижу, Мишаня мой как-то затихарился, Как-то чего-то перестает вопросы задавать. Ну, видно, что струхнул парень. И тогда я опять вспомнил «Катюшу». Потом по долинам и по взгориям, Потом по военной дороге шел в борьбе и тревоге. И так мы с ним вместе дошли до поля, Где посмотрели на звезды, А обратно уже возвращались Уже без песен, Но и никто уже не боялся и не трусил. И вот, собственно говоря, В ритуальности, В таком периодическом повторении А лучше песен или стихов, Или каких-то вот ритмических вещей Есть определенные и ресурсы, И они, само исполнение песен, Вообще говоря, красивая и правильная история Должна ориентироваться на песню. То есть в ней должен быть и ритм, И некая мелодия, Которая этот ритм передает. Не случайно наш российский, русский поэт Велимир Хлебников Написал такие строчки. Когда умирают звезды, гаснут. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают лошади, Они дышат. Когда умирают люди, поют песни. Спасибо вам большое.